Здравствуйте, шановна громада! Сегодня у нас Парада в Раду. Гарант нашей с вами Конституции решительно, я бы сказал даже радикально решительно, взялся за патриотическое воспитание еще пока оставшегося в Украине после покращений электората. Так, в Верховной нашей Раде зарегистрирован законопроект от Гаранта о лишении украинского гражданства граждан, имеющих второе, третье и остальные гражданства других стран. Как я понимаю, этот законопроект от Гаранта предполагает дальнейшую оптимизацию населения в сторону на несколько хороших сотен тысяч его уменьшения. Ну, слишком много нас еще в Украине осталось. Причем, решение гражданства нашей нынки планируется осуществлять за счет самой сведомой части электората в Тернопольской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областях. Потому как сведомы они, конечно, до несведомости, но свое румынское, польское, венгерское и прочее зарубежное гражданство, нажитое непосильным контрабандным трудом, ну, ни в жизнь не отдадут. И сразу после принятия такого закона в Украине появятся города, села и пригороды с компактным проживанием еще пока сведомых, но уже иностранцев. Ну, раз нас в Евросоюзе целиком не хотят, то мы их компактными поселениями чуток и разбавим. А Верховной Наша Раде вместо теперешней в предсмертном состоянии коалиции будет теперь широкая коалиция иностранная. Ну, типа иностранный легион-вышеванка. Причем в количестве не менее 400 и 450 депутатов. Так что ждем нового, очень украинского и в этой связи очень цивилизованного закона. А главный наш друг и защитник от руки Кремля из американского обкома Виктория Нулан недавно в интервью канадским журналистам про Украину заявила, цитирую дословно, потому как из песни слов не выкинешь. Все, что сейчас происходит в этой стране, говорит о том, как далека еще политическая элита Украины от цивилизованного мира. К огромному сожалению, вся наша поддержка нивелируется жадностью и недальновидностью украинского руководства, который ищет преференции лично для себя, но не для своего многострадального народа. Конец этой цитаты. И еще. Пока вместо жизненного необходимых реформ мы наблюдаем откровенную болтовню и популистские заявления украинского истеблишмента, Украина не может считаться цивилизованной страной. Вот теперь полный конец и не только цитаты. Ну а теперь за Одессу нашу маму. Во вчерашнее воскресенье одесситам, прогуливавшимся по лонжерону, крупно, можно сказать, почти джекпотово повезло. Они с гордостью за державу могли лицезреть всю мощь нашего черноморского военного флота в количестве цельного одного катера. Причем судно это на полной скорости неслось перед пляжами, явно выполняя стратегическое пляжное задание и демонстрируя электорату, что если что, убежать оно успеет. А мне в этой могучей нашего флота связи вспомнили слова из песни «За Одессу». Любимый город может спать спокойно и видеть сны и зеленеть среди весны. Так что спите спокойно, шановная громада, особенно те, у кого парочка иностранческих паспортов на всякий случай имеется. Наш катер, если что, за долю малую вас вывезти успеет. Ну вот, на этом время наша передача подошла к концу. С вами был Виктор Зонис. Мы ждем новостей, а вы ждите нас с этими самыми новостями. Новая парада «Старую раду» в эфире каждый понедельник, среду и пятницу сразу после вечерних новостей или на сайте 1tv.o.ua Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok